Всем привет, друзья мои! С вами снова я, Димас, и наша банда, оператор Антон. Сегодня мы снова для вас готовим еду. И сегодня приготовим достаточно такой простой, лёгкий ужин в плане приготовления, но по своей сытости, нажористи, в принципе, это достаточно нормальное, вкусное блюдо. Три вариации приготовим, в принципе, всё одно и то же, просто разные соуса добавим. И сегодня мы приготовим, в горшочках у нас будет запекаться с овощами свинина мяса. Мы свинину решили использовать, потому что она достаточно дешёвая, нам идеально подходит для этого. Также картофель, вот куда без картофеля. И из овощей ещё это лук-морковка и томаты свежие для сочности, для приятного такого вот аромата они дадут. Также куча специй будет у нас использована. Сладкая паприка, чеснок сухой, базилик, орегано. Много всяких специй, пряных таких типа, итальянских и тому подобное. Три варианта, с чем мы сделаем. Это майонез, сметана и барбекю соус. Три горшочка сделаем разный, размешаем в водичке, всё зальём и поставим запекать в нашу чудо-печь духовку. В принципе, всё доступно, дёшево. Мы уже почистили, это одна часть, одна из самых сложных. И вот сейчас будет нарезка. Нарежем наши овощи, достаточно крупно-мелко, как вам нравится. Чтобы самое главное в горшочке врезало и равномерно всё пропеклось, протомилось. Вот морковка у нас домашняя, она очень нежная. Так что её можно достаточно большими кусочками нарезать. Лук тоже достаточно крупный. В принципе, он будет мягкий и протомится здесь. Лук, к сожалению, уже не домашний. Уже весь съели. Пол огорода было засажено луком, и всё съели уже. Лук любим. Картошку тоже, ну, в принципе, всё одинаково. Нарежем сейчас, чтобы удобно было. Может, мясо покрупнее. Это наше мясцо, свинина духовая. Вот, тоже нарежем сейчас кубик. В принципе, жилок немного, но можем оставить это всё съедобное. Ну, такой кубик тоже некрупный. Чтобы всё равномерно у нас пропеклось, протомилось. Лишнее уберём. Мясо нарезали, всё нарезали. Овощи сейчас на мачке осталось нарезать. И будем закладывать уже наши горшочки. Сейчас попки удалим. Солить и специи добавлять буду только в свинину. Овощи в остальные ничего не буду добавлять. Просто выложу. Свинина своё всё равно отдаст, протомится. Томаты можно как угодно, в принципе, нарезать. Они всё равно все развалятся, протомятся. Томаты как пластмасса сейчас в магазине продаются. 139 рублей за пластмассовые томаты. Лапут, куда ты смотришь? 139. Они в снежки играют. Мы нарезали вот наши все ингредиенты сопутствующие. Вот морковка, помидоры, картошка и свинина. Сейчас будем добавлять специи. Что-то у нас тут какая-то тут базилик, скорее всего. Хочется, но томаты. Также вот кориандр, мол, ты не нашёл. Ну, чуть помнём его так. Пять зерночек. Это орегано, наверное. Или то было орегано, ещё базилик. И ещё тут паприка копчёная. Чуть-чуть добавлю. Кто хочет больше, может больше добавить. Ну, тут соли у нас есть. Это вкусные специи много. Вот свинина много любит соли. Ну, и как бы она отчасти отдаст. Так что не жалейте. Да и я добавлю масло сюда. Все говорят, не надо мясо, когда маринуешь масло добавлять. Я добавлю. И перемешаемся. Немножко. Как бы немного, видите, у нас тут специй. Кто хочет больше, добавит, может больше. Потому что у нас званный ужин блюдо. Лёгкое. И как бы будут его есть все. Не все любят специи. Так что делаем для всех. Кто, если что, может добавить, по желанию, больше себе специй. У нас будет такой, чуть-чуть пряности. Томленые горшочки. И что, будем закладывать наши горшочки. Опа, крышечку уберу. Ну, вот такие они. Где-то литр, наверное, я думаю. Это по пол-литра. На дно лучка немножко кинем. Слоями выложим. Можно, конечно, все перемешать. Вообще все перемешать в одну. Ну, кроме томатов. И сверху положить. Потом томаты и все. Но мы слоями решили выложить. А так, кому нравится больше, так можете делать. Чуть морковки. Все не выложил, потом добавлю еще. И мясо. Выложим, потом уплотним немножко это все. Мясо один слой получится. Картошечки немножко. Сюда добавим еще морковки. Так, лук, наверное, не будем добавлять, то много будет. И томаты выложим сверху. Они сочность дадут. Вот немножко примнем это все. В принципе, аппетитно получается. Вот если и зелень, можно свежую зелень добавить. Вот эти посочнее будут. Сюда томатов побольше. Здесь овощей побольше просто. Вот, осталось дело за малым. Это у нас вот добавить наши сопутствующие уже ингредиенты. Наши три водички будут разные. Сейчас мы сделаем. И майонез. Майонез корейский купил от ТОГИ. От ТОДЖИ. Ну и делаем, вот разбавляем обычный способ. Такой легкий. Можно так добавить сметану там куда-то и воды долить. Можно просто с водичкой разбавить и все. Так прям паровочек. Больше не выложим. Вот так же майонез тоже выдавлю. Где-то столовую ложку. И тоже размешиваем. Вот и барбекю тоже. Где-то тоже столовую ложку. И заливаем наши горшочки. Так бы не все размешалось. Но это не страшно. В теплой воде получше. Ну и заливать, наверное, воду больше не будем. Потому что она вот почти вот вся овощи покрыла. Не вся, но вот почти. Так что все протомится. И все будет хорошо. Пока мы все делаем, естественно, у нас чудо-печь нагревалась. Накрываем крышками и пойдем ставить нашу чудо-печь. Ребят, мы добрались до нашего конвектомата. Чудо-печки. Все уже подносик приготовили. 200 градусов режим. Вверх-вниз. У нас уже она разогрелась. Чуть-чуть тепло нам дало. И ставим наши горшочки. Они у нас поместились. Все убираем. И томиться это все. Ну, 210 мы можем поставить. Полчаса. Час. Вот. Я не могу обещать. Потому что чудо-печь, она непредсказуема. Мы засекли время. Проленем часа. Увидимся. Два часа почти. Почти два часа. Хотя режим был у нас вверх-вниз включен. Ну, такая вот у нас чудо-печь. Не знаю, какая у вас дома. Надеюсь, как бы более в приготовлении удобное, быстрое. У нас, к сожалению, она готовит долго, но вкусно. Результатом мы довольны. Все красиво. На вкус, естественно, не пробовали. Сейчас будем пробовать. Все, что получилось у нас вот перед вами. Тут у нас с майонезиком получилось. Довольно-таки жирненькая такая. Аромат прекрасный. Чувствуется, какие у нас были итальянские, не итальянские. Травы там подобные. Орегано, базилик. У меня слюни текут. Обалдеть, как. У меня все растаяло уже во рту. Это реально томленое, вкусное. Очень приятный ужин. У нас состоится сегодня, но уже у нас ночь. Может, долго готовилось, но приятно будет, вкусно. С бульончиком. Пробуем, что у нас с барбекю получилось. С нашим соусом. Вот, везде водичка, она частично испарилась. Все равно осталось что-то. Приятный запах барбекю. Я тоже сразу все это перекручу, переверчу, чтобы все обволокло, все смешалось. Возьму картошечку. В этот раз и свининку с морковкой. Опять же тает. Вкус потрясающий. Реально все томленое. Очень вкусно. Вот, и сметаночкой у нас получился. Самый большой горшочек. Самый большой горшочек, но он самый главный. Тут меньше всего воды, как ни странно казалось. Хотя налили воды одинаково. Везде к пропорциям. Самый суховатый, видимо, получился. Также возьмем морковку. Базилик у нас приплыл. И свининку с картошкой. Очень вкусно. Нет слов. Самые сочные. Это вот маленькие горшочки. Как ни странно, видимо, там за счет меньшего объема вода конденсировалась. Меньше испарялась. В большом менее сочные, но очень вкусные. Все тает. Два часа, ребят. Два часа стояло это все в нашем конвектомате. Все очень вкусно. Мне сложно сказать, что вкуснее. Майонез, сметана или барбекю. Главное, сочно. Тут же, опять же, если сметана у вас меньше сочной, можете взять сметану и добавить. Еще пару ложечек съесть это все. Очень приятно. Вердикт такой, если у вас дома есть лишние горшочки, в которых можно что-то запечь, есть конвектомат, 5 ингредиентов, нарезали, посолили, кинули чуть специй, час, полтора, ну или у нас два. Включили, посидели в интернете и у вас прекрасный ужин готов. Всем добра и мира. С вами была банда Cools Brother Hooks. Увидимся на нашем канале. Всем приятного аппетита.